Игорь Малышев. Это имя известно, если не каждому маршанцу, то большей части города точно. И неудивительно, на сцене Игорь Петрович полвека и даже чуть-чуть больше. Творческая жизнь у меня началась еще в детском садике, когда я играл там разных гномиков, всяких разных животных. А началась она с ролей, со сказочных ролей началась. Сначала в спектаклях каких-то я пел все время постоянно, вот я помню это, танцевал постоянно. Так вот она началась, моя творческая биография. Затем школьная самодеятельность, КВН, театр, сказки, хоровое пение. И самодеятельность для него стала не просто самодеятельностью. Вот это все вот так вот переросло уже в более глубокое изучение вот этой самой самодеятельности, самого вот этого искусства. И, естественно, появилась любовь. Любовь, привязанность, то есть я уже без этого жить не смог. Ну и затем Игорь Малышев отправился покорять столичные высоты. Да, ну это уже... Мне посчастливилось поработать и в Останкино, вот сняться в некоторых передачах, в нескольких... На телевизионных передачах участвовать, в кинофильмах. Там это, да, посчастливилось. Общение с известными артистами позволило по-новому взглянуть на творчество. У Малышева сформировалось свое мировоззрение. А мировоззрение Малышева сейчас в творческом плане-то что? В творческом я в первую очередь стараюсь привить детям, начиная с детям, но и взрослому населению тоже, любовь к своему родному краю. То есть любовь к народному творчеству, в первую очередь. Песенки вот эти, которые заполонили эстраду, это они приходят и уходят. А настоящая искусство, настоящая культура, она остается и живет в сердцах людей. В сердцах тех людей, подчеркнул Игорь Петрович, что живут именно в таких городах, как наш Маршанск, а не в столице. Потому что все вот эти вот столицы, они как-то больше ориентированы на Запад. Западные вот эти все восприятия, нет, у нас такого нет. Мы все-таки за нашу русскую культуру, за русскую веру, за русскую истину. У нас очень благодарный зритель, продолжает Игорь Малышев. Более того, зритель сегодня стал гораздо больше разбираться в творчестве. Это тоже большой плюс. Ну а дети, с которыми тоже занимаются в городском доме культуры, с годами становятся такими же преданными искусству, как и их наставники. А те, кто уже побывал на сцене, хоть раз на сцене, и почувствовал запах кулис, я вам скажу, что эти люди уже никуда не исчезают из нашего поля зрения, и вообще из Дом культуры, из культуры они никуда не исчезнут. Они так и остаются в культуре. Игорь Петрович, ну и в заключении нашего интервью, небольшой такой блиц-вопрос и блиц-опрос. Игорь Петрович Малышев, какой бы роль хотел сыграть? Неожиданно, так сразу, так. Вообще, по идее, мне сейчас ближе к моему восприятию, ближе образы из народа. Мне сказочные какие-то персонажи или купеческие какие-то роли, вот такие вот, ближе к сказкам. Все-таки мы взрослые люди, но все равно верим, что где-то сказка есть, и когда-нибудь нам повезет, мы будем и лучше, и добрее, и богаче, как, ну, сами понимаете, вот, такую бы роль, какую-то, да, народную роль бы сыграл. А Малышев, режиссер, какой бы фильм и на какую тему поставил бы? Опять же, вот сейчас скажу, что в первую очередь мне нравится, конечно, Булгаков. Я бы что-нибудь сделал бы из Булгакова, из Гоголя, из Чехова, или что-то опять из народного такого, народные лупки, народные сказки, народные сказания. А творчество для Малышева в жизни, какое место занимает творчество, это что? Это жизнь. А если бы представить на миг, что нет сцены, нет кулис, нет ДК, нет театра, тогда? Все равно бы пришел в культуру. Никуда бы, я, это мое, это моя жизнь, я без нее не могу, не могу. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok